МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что самое главное в воспитании девочек? Ум, красота или хозяйственность? В современном мире, когда женщины получили свободу и независимость, возникает вопрос, в каком направлении воспитывать девочек, для карьеры или, может быть, для семьи? И можно ли эти две цели объединить? Нет, ну ты мне скажи, а почему ты не играешь в те игры, в которые играют все остальные девчонки? Это в какие еще? Ну, например, в куклы или в дочке матери. Что же делать, чтобы вырастить девочку счастливой и успешной женщиной? Сегодня мы поговорим об этом с семейным психологом Оксаной Бабенко и с родителями двух очаровательных девочек Ириной и Сергеем. Здравствуйте. Сегодня также с нами в студии старшая дочь ваша, Катюша. Здравствуй, Катюша. Здравствуй. Оксана, хотела бы задать первый вопрос вам. Отличается ли чем-то воспитание девочки от воспитания мальчика? Отличается. До трех лет мы воспитываем примерно одинаково. Какие-то навыки самообслуживания прививаем, любим ребенка, а потом уже все равно по половому признаку. То есть девочки, они более нежные все равно существа. И больше любят тактильный контакт, то есть всякие обнимания, обнять, поцеловать. Мальчишки, ну, в какой-то степени, да, но они потом маму отодвигают. То есть, ну, как-то они по-мужски это, да, вот эти вот телячьи нежности, как они их называют. Я думаю, что быстрее вот в этом. И девочку мы любим, ну, вот просто любим, потому что она есть, она у нас умница и красавица. А мальчишку все-таки хвалим и любим за то, что когда он какие-то выполняет поручения, то есть за достижение. Ну, вот тут разница. Мы любим, наверное, все-таки просто так, но хвалим. Мы просто так, а хвалим за достижение. Да, вот ты сделал, молодец. А девочка сделала, не сделала, все равно молодец. А девочку мы не перехвалим так, если будем только ее вот просто хвалить и просто любить? Ну, в любом случае требования к ребенку все равно остаются. То есть все равно ты утром встала, причесалась. То есть, ну, какие-то навыки, опрятность там, причесалась, заколола заколочки, заправила постель. Ну, то есть вот это девочка в любом случае делает. И она молодец. Ну, по крайней мере, мы ее не, ну, как бы это объяснить, не ругаем за то, что она что-то не сделала. Иначе у нас потом женщины ориентированы на достижения. То есть она всю жизнь стремится, карьерный рост, и тогда вот какие-то теряются ценности. Женщина теряет свою женственность тогда. И тогда теряется вот... Семья не очень важна, да? Главное карьера, всё, а потом уже дети, всё остальное. То есть после трёх лет начинается различие детей по половому признаку? Ну где-то плюс-минус там, да? Не говорим, что три года иначе. Ну где-то плюс-минус, где-то по ощущениям. И, конечно, девочка считывает информацию с мамой. То есть она смотрит, какая её мама, насколько мама там выглядит женственно, как она за собой ухаживает. И девчонки где-то вот в таком возрасте лет трёх уже начинают повторять. То есть она там где-то и глазки закрасит, туфли обувают маминой ходит. Ну то есть она всё равно учится быть женщиной у мамы. А мальчик, соответственно, у папы, быть мужчиной. Считается, что папы больше ждут мальчиков, чем девочек. Но девочек любят больше. Сергей, вот хочу спросить вас. Вы ждали мальчика или девочку? Так, честно. Мы ждали девочку. Девочку? Да. Мы очень хотели девочку. Не знаю. Я слышал об этом, что мужчины ждут мальчиков. Мальчики продолжают род. Да, но мне внутренне хотелось девочку иметь. Вот так вот. Ну мы вообще очень долго ждали у ребёнка. Больше десяти лет. И вот первая у нас была девочка и вторая девочка. И как бы хотел, чтобы были девочки. Расскажите, пожалуйста, немножко о своих дочках. Вот с Катюшей мы уже познакомились. Катюш, сколько тебе годиков? Три. Три. А как зовут твою сестричку? Соня. Соня? Да. Это София полностью, да? Сколько Софии годиков сейчас? Восемь месяцев. А, восемь месяцев. Она ещё маленькая, да? Ну вы уже замечаете, вот они в чём-то похожи с Катюшей или отличаются? Немножко отличаются, да. Хоть, конечно, ещё так чётко не видно, потому что маленькая, но отличаются. Вот даже как они там время сна проводят, время игры тоже очень отличаются. Вот Оксана нам говорила о том, что девочки берут пример с мамой. Вот вы замечаете, Катюша, похожа на вас? Да. Ну, повторяет всё сейчас за мной, да. Всё повторяет, даже вот и когда я там крашусь или ещё что-то, она всё копирует тоже ей. Мама, купи мне помаду, ещё что-то и копирует. Даже вот вкусовые качества, ну такие вот тоже предпочтения в еде. С какой сестрой? С твоей сестрой. Мы о Софийке говорим, мы о тебе. Оксана, скажите, пожалуйста, а вот папа какую роль играет в воспитании дочки? Мы выяснили, что мама – это пример, а вот папа? Ну, папа – это такой тоже первый образ мужчины в жизни девочки. То есть с папой она всё равно будет считывать информацию, какой должен быть мужчина, какие отношения у папы с мамой. Всё равно на это всё время обращают внимание. То есть это как раз и будет её образ. Как с ней папа обращается? Точно так же будет потом привычное обращение с мужчинами. Ну, поэтому это очень важно. Ну, вот как папа принимает дочку, как гладит её, там, может, обнимает. Особенно, когда она маленькая. То есть когда уже подростковый возраст, там папа уже более осторожный. Ну, как девочка воспримет эту информацию. А имеет ли значение, вот как папа хвалит дочку, говорит ей, что она красавица, умница? Ну, тут как раз и, ну, вот в этом и есть. То есть папа хвалит дочку. То есть если сына папа требует, ну, то есть ты должен сделать вот это, вот это и вот это, потому что ты будущий мужчина. То дочку он просто хвалит. Говорит, ты моя умница, красавица. Если мама более требовательна к девочке, говорит, ну, ты будущая женщина, ты должна там вот это вот там ухаживать за собой, там, причесываться, там, умываться, заправлять постель, там, складывать красивые вещи, чтобы ты была красивая. То папа говорит, ты, ну, как бы ты моя умница, я тебя и так люблю. Ну, то есть вот тогда это послание. Должен не наказывать, не ругать дочку, получается? Ну, все равно, ну, как бы это, конечно, это в балансе каком-то. Конечно, если она провинилась, и папа скажет, да, я тут совсем ни при чём, да, пусть мама с тобой разбирается. Нет, это вообще вот, ну, как бы всё время фоново, да, так это он делает. А, конечно, если она провинилась, то папа может её, конечно, наказать. Ну, смотришь тоже, какое наказание быстрее там, да, наказание, как правило, практикуется лишением. Ну, то есть ты сегодня не идёшь там с нами туда-то, или ты не смотришь мультфильмы. Ну, так. Сергей, а вы какую роль играете в семье? Как вы участвуете в воспитании дочек? Ну, больше времени, конечно, Ирина проводит с девочками. Я стараюсь, когда у меня свободное время, прихожу с работы, уделять время дочкам, играть с ними, выходные дни также. Что касается воспитания, то, ну, как бы сейчас ещё сложно выбрать стратегию, ну, как воспитывать, потому что я определяюсь для себя. Вот, потому что только вот три года, и начались прорисовываться такие, ну, личности, характер, ну, уже начинают проявляться. Как бы человек уже становится взрослым. Вот. И пока что я учусь и наблюдаю. Ну, вы говорите, что 10 лет ждали девочку. Да. Как-то готовились к этому? Читали, может быть, что-то? Да, мы много читали, ну, я в частности, много читал литературы разные, там, по воспитанию детей. Ну, как-то, когда ребёнок родился, и это всё как бы стёрлось. Не пригодилось. Да, не пригодилось. Ну, у нас, Катюша у нас вначале была неспокойной. Если София, она до полугода, ну, вообще было незаметно, что есть второй ребёнок в доме, то Катюша была очень неспокойной. И вот эти, ну, постоянно там, как бы первый ребёнок сразу, что-то случается, тревога. Да, тревоги больше, когда первый ребёнок, это правда. Всё неизвестно, да. Да, и то, что там читалось, думалось, что оно так вот должно быть, то на практике на самом деле всё по-другому происходит. Ну, потому что каждый человек — это Личность, ну, нету вот таких каких-то рамок, вот так или не так, ну, или по-другому. Правда, две девчонки будут обе разные, со своими характерными какими-то особенностями. Ирина, а Вы сказали, что Вы пример для своей доченьки. А Ваша мама была для Вас примером? Вот Вы можете сказать, что какие-то методы её воспитания Вы теперь в свою семью перенесли? Ну да, конечно. Мама, конечно, нас так немножко не то, что в строгости, но вот любила тоже, чтобы там был порядок, чтобы были аккуратны. И вот, конечно, да, чтобы там и послушание, и тоже копируется, конечно, от мамы очень. Вы бы хотели, чтобы Катюша, например, сейчас была полностью похожа на Вас? Или Вы видите, может быть, какие-то такие черты, которые Вы бы не хотели видеть своей дочке? Конечно, вижу, да, такие черты. Хочется, чтобы, ну, я, конечно, хочу их менять в себе. Вот, и, конечно, чтобы ребёнок брал только хорошее. Вы вот за эти несколько лет, пока Вы сейчас молодые родители, уже выработали какие-то вот свои, может быть, методы воспитания, или секреты, или какие-то традиции семейные? Ну, секретов как бы особых таких нет, вот всё пробуем. Ну, вот попробовали так, ага, если проходит, то мы там продолжаем дальше так же. И если что-то попробовали не так, то, ну, увидим по Катерине, как она реагирует. Если это, то меняем тактику, меняем подход, ищем, вот. Ну, стараемся, конечно. И, ну, традиции, конечно, особо таких пока ещё нету. Ну, вот, например, мы любим вместе проводить время, любим вместе готовить. И вот когда у папы свободный день, то мы готовим вместе с папой. Что-то там вкусненькое. Папа, поделитесь, пожалуйста, где Вы берёте рецепты, вдохновение? Ну, я вообще люблю готовить, и мне это нравится. И рецепты берём в книгах, в интернете, вот, что-то там интересное видели, решили попробовать, там, вот, экспериментируем по-разному. Любим разные, там, итальянскую кухню любим, что-то экспериментируем. Вот, и хотелось бы так же, чтобы, ну, и дочь всё это видела, участвовала вместе с нами в процессе приготовления, там, кушаем мы. То есть, Вы уже сейчас воспитываете будущую хозяюшку. Она сейчас участвует в процессе приготовления? Участвует, да, она, ну, всегда пытается что-то помочь, знает, ну, то есть, мы не прячем от неё, там, вилки, ложки. Ножи, да. Да, она знает, где это находится, знает, что можно, что нельзя, что опасно, вот, и поэтому, так вот, у нас все ящики открыты, и иногда бывает, она что-то там проверяет и смешивает. Экспериментирует. Экспериментирует, да. Вилочкой, ложечкой, всё. Уже леди. Да, уже. Оксана, Вы как Вы считаете, что самое главное в воспитании девочки? Самое главное? Чего нельзя упустить? Ну, не знаю, наверное, так сложно выделить самое главное, что именно нельзя упустить. Какой мы должны воспитать девочку, чтобы она действительно стала там успешной, чтобы у неё была хорошая семья? Мы вот что-то можем вложить в неё или это всё зависит не от нас? Правда, такой сложный вопрос, потому что, ну, непонятно, какое она идеальное должно, ну, идеальное для кого вырасти, да, вот. Мне кажется, что самое главное — это дать ей возможность помогать развиваться, просто помогать ей развиваться. Ну, то есть вот если есть, допустим, вот у нас вот цветок, мы просто помогаем ему расти, там вовремя полить, да, там вовремя прикрыть от яркого солнца. Вот это важно. И тогда цветок вырастет и расцветёт. То есть не так вот, как я считаю нужным, он должен расти, а больше родители, они просто помогают расти, ну, вот своей дочери, да, вот как цветку. Ну, просто современные вот мультфильмы или игрушки, они направлены на то, чтобы в девочке сформировать какой-то образ, вот Барби, принцессы, у которой куча платьев, аксессуаров, которая ездит по баллам ищет своего принца. Вот как вы относитесь к этому образу? Ну, я, ну, не знаю, я бы быстрее, ну, я и рекомендую родителям, вот, которые ко мне приходят, опираться быстрее на сказки и библейские истории, чем на современные мультфильмы, которые разработаны маркетологами. Ну, то есть задача современных мультфильмов продавать, ну, я так считаю, может, я, меня не несет. Да, по каждому мультфильму продаются игрушки, раскраски, да, там, аксессуары соответствующие, то есть у них такая задача. Ну, там есть какие-то там, да, крупицы выбирать там чего-то, может, полезного из этого мультфильма, но больше лучше, ну, вернее, лучше опираться на те, ну, давние, да, истории, которые к нам пришли. Ну, а те же библейские истории, вот там же все-таки, там нет о воспитании девочек, но там есть уже образы женщин разнообразные, да, вот какие они там. Они, ну, с одной стороны, они красивые и успешные, ну, в том, да, в своем обществе, в том, в котором они жили, но и в то же время там много добродетелей у них, то есть они добрые, отзывчивые и сильные в то же время, потому что многие там, ну, целые народы, да, спасали собственные. Ну, то есть быстрее вот эти образы брать, они будут более полезны и девочкам самим, и, ну, мамам как образец. Ну, те же сказки какие-то, ну, тоже там не все, но многие сказки наши. Ну, а вот насчёт силы. Если девочку воспитывать, чтобы она была сильная, чтобы могла за себя постоять, как это сказывается на формировании её женственности? Не получится так, чтобы она стала мужеподобная какая-то? Ну, сила женщины в её слабости, да, так как-то, ну, оно так и есть, да, то есть сила женщины и мужчины — это разные абсолютно силы, просто мы всё вкладываем в одно и то же понятие, то есть сила мужчины была направлена на завоевание, на охрану, ну, вот, да, а сила женщины — на удержание, на сбережение, то есть беречь детей, очах, вот, ну, то есть её задача была сберегать, вот где её сила. То есть у женщины лучше реакция, быстрее, потому что её задача была спасти детей, то есть реагировать быстро на опасность, а мужчина задача защитить, то есть защитить, охранять и защищать, ну, вот разная сила. Ну, у нас многие женщины берут силу в мужчины, тогда, ну, они начинают завоёвывать, ну, то есть и женская энергия тогда, правда, теряется, тогда становятся мужеподобные женщины. То есть, ну, задача подращивать вот эту женскую силу, то есть у женщины же сила есть, ну, и у девочек есть, и она вложена с самого раннего детства, они там колышат куколок, возят, берегут их, там, заботятся о животных, ну, вот её сила в этом. Ирина, Сергей, скажите, а вот какой у вас образ настоящей женщины? Какими бы вы хотели видеть своих будущих взрослых дочерей? Ну, у меня такой, как бы, свой образ женщины, да, и у меня Ирина этот образ представляет, и я хотел бы, чтобы она передала нашим дочкам это, чтобы женщина была женственной, во-первых, чувственной, была хранительницей очага, потому что вот от женщины много чего зависит в семье, как, ну, как семья будет, настроение, вот как от мамы всё зависит. Ирина, а у вас есть чем дополнить этот образ? Ну, да, тоже хочу, чтобы, как бы, дочка была нежная, ласковая, заботливая, чтобы, конечно, хорошие брала от меня, такие вот примеры, и, конечно, чтобы интеллектуально её хорошо развивать. Чтобы она не только красавица, но и умница. Конечно, да, конечно. А что вы делаете для того, чтобы воспитать такие черты характера? Ну, как бы, занимаемся с ней, и там, и старалась читать ей много, и в школу английского языка мы вот её уже отдали, да. То есть стараетесь разносторонне воспитывать, да? Да, да, да. Оксана, а чем вы можете помочь родителям будущих женщин? Какими методами они должны воспитывать своих дочерей? Ну, я думаю, то, что вот уже озвучила Ирина, ну, правда, это правильно, то есть это разностороннее развитие, то есть если мы читаем, мы обсуждаем, да, вот, кто нравится, не нравится, не нравится почему, да, ну, то есть вот есть уже девочка, которая уже что-то понимает, да, вот, ей эти качества нравятся, и хотелось бы такой быть, а вот такой бы не хотелось быть, ну, потому что в всяких историях много женских образов, это первое. Второе, правда, девочка всегда будет обращать внимание, какая у неё мама, какая у неё бабушка, как они это делают, и если слова не расходятся с делом, то есть мама говорит, нужно быть там, допустим, опрятной, там, причёсанной, красивой, и сама это делает, девочка, конечно, уже это будет повторять. Если мама это не делает, а требует от неё, ну, конечно, она это делает, она не понимает, если ты не делаешь, зачем мне это нужно. Ну, то есть тут вот слова с делом не должны расходиться. И, конечно, должно быть согласие родителей в воспитании ребёнка, то есть если они вместе требуют и вместе запрещают, а не так, побежала к папе, побежала к маме, ну, то есть это тогда, ну, происходит какое-то вот такое расщепление. И важно, чтобы это, ну, согласованы были вопросы воспитания, то есть вопросы требований, вопросы запретов были одинаковые. Ну, и, конечно, если ребёнок чувствует себя спокойно, безопасно, защищённо в этой семье, то, и понятно, ну, у неё будет развитие, ну, то есть всё, что делает и вкладывает мама, оно, конечно, принесёт потом свои плоды, ну, в будущем. Ну, вот я в начале передачи поставила такую дилемму, вопрос. Всё-таки важно воспитывать девочку для семьи или чтобы она была успешной в карьере, в своей деятельности, чтобы она хорошо вышла замуж? Ну, наверное, сейчас современное общество диктует нам тоже свои условия. То есть если раньше можно было воспитать девочку только для семьи, удачно вышла замуж, слава Богу, всё уже произошло, то сейчас всё равно женщины работают, это должно быть где-то в балансе, то есть женщинам приходится совмещать и работу, и дом. Ну, то есть и то должно быть на каком-то уровне, и, соответственно, работа тоже должна не хромать. Поэтому я думаю, что тут важно и то, и другое, то есть и работа, и домашние обязанности, то есть всё равно придётся и то, и другое совмещать. То есть немножко то, немножко так вот, чтобы оно где-то в равновесии шло. Мы вот тут говорили немножко так о принцессах, да, что девочки мечтают стать принцессами. Но если прочитать своим дочерям, что на самом деле делали принцессы, которые вот, ну, совсем недавно, да, там, сто лет назад жили в нашем мире, то они очень сильно удивятся. Я хотела бы сейчас вам также прочесть фрагмент из письма, который написала императрица Александра Фёдоровна своей дочери Ольге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам большое, Ирина, Сергей, за то, что пришли сегодня к нам в студию. Оксана, спасибо вам за полезные советы. Я хотела бы пожелать вам, чтобы Бог помог в воспитании ваших девочек, чтобы они выросли действительно такими, какими вы хотите их видеть. Спасибо вам. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы о воспитании ваших детей, обращайтесь к нам в группу ВКонтакте Детонация или звоните по телефону контакт-центра 0800 30 20 20. Звонки со всех телефонов бесплатные. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова